Динамо Пожелать успешного выступления в нашей премьер-лиге. Счастлив и горд, что к этой победе привел тренерский тандем Юры Олитвинцева и Юры Охтуна. Ребята, которые у меня начинали футбольный путь в 18 лет, я счастлив, что у меня судьба с ними звела, они были выдающимися футболистами и надеюсь на то, что станут выдающимися тренерами. И всю команду Динамо, руководство всех подправляет. Что касаемо сегодняшней игры, спасибо огромное нашим болельщикам за ту поддержку, которую они нам оказали. И низкий поклон ребятам за то, что они сыграли в том ключе, в том тактическом плане, который мы принимали на сегодняшнюю игру. Очень дорогого стоят два раза чемпионаты. Мы единственная команда, которая два раза чемпиона безоговорочного Динамо выбирали. Мы тоже в какой-то степени вошли в историю по итогам этого чемпионата. Еще раз говорю, низкий поклон ребятам всем, потому что дорогого стоит после разгромного поражения в домашней игре от прямого конкурента за выход в стыковые игры, я имею в виду предыдущего Енисея, с Енисеем 0-3 дома. И обыграть на выезде чемпиона это дорогого стоит, потому что психологическое состояние было не совсем, скажем так, у ребят хорошее. Перед этим у нас были игры, где мы видели и потеря очков с Кубанью дома, и три пенальти в Томске. А то, что касаемо именно вот этой игры, мы понимали, что Динамо фаворит. Мы попытались сыграть очень строго в обороне и практически, если анализировать так ситуацию, за исключением момента в первом тайме, когда наши центральные защитники при стандартном положении упустили из вида Кирилла Панченко, который бил практически свиньи вратарской головой. Обычно он не прощает такие моменты. Но здесь, наверное, футболный бог как-то возвратил нам что-то за предыдущие наши, скажем так, те вещи, которые не должны были летать нам в Италии. Строго очень сыграли в обороне. И вторая задача была быстрый переход от обороны к атаке. У нас были для этого посылки, были хорошие моменты. И, в принципе, это и сработала. Хорошая, быстрая атака. Когда немножко Динамо огорело свои ТО и пошли добывать победу. И проход 9 свежего, быстрая атака по флангу, нацеленная передача на Касьяна, исполнение Касьяна. Так, я считаю, что, в принципе, наверное, ничьей мы были добывали. По турнирному раскладу эта ничья практически нас лишала шансов подороться за стыковые игры. Сейчас мы находимся опять в ситуации, когда три последних тура будут решающие и определяющие. Спасибо, пожалуйста. Ваши вопросы. Представляйтесь, задайте микрофон. Есть вопросы, пожалуйста. Вы сами затронули тему организованной игры в обороне. Футболисты справились. Можете сказать, что от них требовали? Что у Динамо, действительно, почти моментов не было. Как-то тренинг с густановку можете раскрыть? Ну, секрета, наверное, нет. Если Вы обратили внимание, мы играли в пуске 5-3-2. Пять защитников. Три центральных полузащитника. Секрет – просто уплотнить игру в линиях и между линиями. Уплотнить. Садились мы, решая пространство команды. А при развитии атаки два крайних защитника выдвигались. Здесь уже картина менялась немножко. За счет этого, за счет плотности в линиях и между линиями. Спасибо. Еще вопросы для обороны. Сергей Меченский, канал «Свежда» Туркателевич с победой. Спасибо. Хотел бы вопрос задать по Ивану Соловьеву, который не чужой, сами понимаете, для «Динамо» коллектива. Оцените его игру в сегодняшнем матче и в целом его отношение к работе по этапу его движения. Я прекрасно знаю и понимаю, что Иван Соловьев, воспитанник «Динамо», и Витя Свежов, который отдал голевую передачу, тоже воспитанник «Динамо». И, может, вы не обратили внимания, но я скажу такую вещь, что Витя Свежов до этого в силу того, что после травмы долго лечился, был доверие к нему и остается. Он играл в составе, но его функциональная готовность оставала желать лучшего. Но с учетом игры «Динамо», как правило, вы знаете, футболисты, воспитанники, кто-то что-то доказывал, кто-то что-то хочет показать перед своим родным кномом, скажем так. Этот фактор я учитывал, и я считаю, что и Ваня, и Витя сыграли вполне достойно. То, что касаемо работы, претензий никаких нету, они профессионалы, готовятся вообще. Ну, где-то лучше получается, где-то будет, а так претензий нету. Понятно, Ваня пришел, много он пропустил, очень много пропустил, да? Ну, вот эти его переходы, там, с «Динамо» в «Зенит», с «Зенитов» по арендам, все, и как таковой у него игровой практики не было. У него много хороших качеств, очень хороших качеств, взрывная скорость, да, скорость, неплохой дрипплинг, но он, к сожалению, не всегда правильно им пользуется. Я думаю, если он поймет те требования, которые у нас есть, он принесет много пользы. Игрок креативный, интересный, очень интересный. Спасибо. Больше нет вопросов? Да, пожалуйста, я еще не хочу. Павел Путеевич, поздаваясь сложнейшей победой, но, тем не менее, претензии все-таки можно предъявить к игре. И в первую очередь, у вас по ходу матча много возникало вопросов к игре Дмитрия Каюмова. Как можете оценить его действия сегодня? По ходу любой игры можно предъявить к любому, и мы делаем это, к любому игроку. То, что касаемо Каюма, Каюмова игрок такого, скажем так, с такой технической способностью, скажем так, ну, немножко многовато терял мяч в ситуациях, когда нужно было отдать последнюю, именно последнюю передачу, где реально был либо выход, выход один на один, либо обостряющий такой, слишком, он тонко пытался сыграть, и с этим была протея. Думаю, наберет тоже. Он тоже пришел у нас недавно, тоже специфика есть определенная, приютный стиль. и, 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 А потом Тихом дал задание не так часто, чтобы уже когда повели в счету, более строго отсыграть. Спасибо. Осадок большой. Почему? Потому что, как по ней, был результат интересен. Но ни к кому из футболистов не могут предъявить. И эти ошибки, которые были, это ошибки по отношению к игре, по движению, по тому, как они очень хотели выиграть, претензий нет. Я понимал, что они все-таки эмоционально сплощены. Честно скажу, побоялся, что движение будет похуже. Очень организованная, дисциплинированная, профессиональная дисциплина. Не хватило, что не хватило. То, для чего играем футбол. И правила футбола выиграет тот, кто на один мяч больше забивает. Та череда ошибок, когда мы пропустили. Да, это были ошибки. Обязательно разберем. И понимаем прекрасно, что нас ждет. То есть те три игры, которые будут, может быть, еще тяжелее, чем с Воронежем. Но наша задача с честью закончить этот сезон. Поэтому еще раз повторюсь, что ребятам сказал, что завтра тренировка, но поблагодарил за отношения. А это отношения они показали вчера, что я им еду. Я им сказал, что на ваше усмотрение, на действие, на их профессионализм, вы могли бы приехать в день игры на базу, проверяем установку на игру. Они сказали, нет, мы приедем вечером. Мы будем отдыхать, будем готовиться. Это показатель. Это показатель. Вчера они сказали, это были слова. А сегодня они доказали, что слова не расходятся с делом. Единственное, что это результат. Результат именно соотношения плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова